Я тогда попробовала курить. Это было ужасно. Троническая атака первый раз тогда в жизни вообще началась. Он со злостью берет и выкладывает мои голые фотографии. Я стою полностью в крови вся футболка. Приводят домой 60-летних старух. Прямо шлюх. Ты не хочешь показывать свое лицо, не хочешь говорить свое имя. Почему было принято такое решение? Решение было принято, потому что не должны знать мои родственники или близкие люди. Сколько тебе лет? 26 лет. Давай начнем твою историю. Расскажи немножко про свое детство. Как оно проходило, чем ты занималась, каким ты была ребенком? Да, детство было замечательно. Жила в деревне. Очень сильно меня любила мама, родители в детстве, прям в раннем уделяли много внимания, времени. Постоянно каждое лето мы собирали ягоды, ездили на рыбалку, на охоту. Прямо было круто. У нас был вагончик такой в лесу, а отчим у меня был охотник. Мы ездили на охоту. Прямо на несколько дней в этом вагончике жили. Каким цветом ты бы красила свое детство? Такой ярко-желтый, свет солнце. Следующий этап, наверное, твой переезд. Сколько лет тебе было и куда ты переехала первый раз? Следующий этап, вообще мы переехали с мамой в другую деревню, когда мне было лет шесть, наверное, я не помню. Потом я пошла в школу. Ну, потом мне пришлось уехать от родителей. Меня забрали в детский дом. И маму с папой лишили родительских прав. Почему? Потому что мама начала пить. А папа, он был на войне, у него контузия. То есть мне нельзя было жить с ним на одной территории. Он живет с бабушкой. Я бы могла взять бабушку. Я ее очень люблю очень сильно. Но мне было нельзя жить с ним. Как так случилось то, что мама начала пить? Ну, вот она начала жить с отчимом. И каждый вечер они садились ужинать с бутылкой. Он начал сбивать маму. Было жестко. Он прям, я помню, с ружьем бегал за ней по огороду. И я не понимала, что происходит. Я бежала за ней вместе с ней всегда. Она там уходила от него, забирала меня с собой. Я помню, за ручку ночью меня тащила куда-то в другую квартиру, где мы жили. Он прибегал туда, разбивал окна. Это было вообще кошмар. Цвет изменился? Цвет изменился. Хотя на тот момент я настолько любила маму. Она мне всегда говорила, ***, все хорошо. Не переживай. В общем, обнимала меня и говорила, что это просто игра. И, в принципе, я ей верила всегда. А если сейчас вспомнить, какой цвет стал? Ну, конечно, потемнее стал. Особенно, когда мы переехали от отчима и начали жить в отдельной квартире с мамой. И там вообще притон какой-то образовался. И туда приходили люди постоянно. Каждый раз, когда я уходила в школу, говорила, мамочка, не пей, пожалуйста. Ну, будь сегодня трезвая. Она такая, все, давай, иди. Я приходила, она опять уже пьяная. Маму лишили родительских прав, тебя забрали в детский дом? Да. Это тебе было 11 лет? Да. Спустя некоторое время, долго, меня забрала тетя к себе. Сколько ты пробыла в детском доме? Немного. Месяц? Месяц. Ты была рада, что тетя тебя забрала? Да, ну-ка, естественно, была рада. У тебя хорошие с ней отношения? С тетей, да. Тетя у меня вообще замечательная. У нее огромный огород, дом, она все хозяйство держала на себе. У нее дочь. Да, тетя у меня идеалов, женщины для меня. И спустя какое-то время ты тоже уезжаешь уже начинать свою жизнь, да? Да, я закончила школу, поехала учиться, но я знала, что там есть свобода. Мне этого очень не хватало. На тот момент, кстати, мне уже начали делать комплименты, говорить, что вы очень красивая девушка. То есть, внимание уделяли. До этого этого не было. Ну, в деревне не было людей, да? Не было людей, я не вообще, ну, то есть, нет мира сего. Я постоянно смотрела, у меня появился тогда телефон, я помню, в школе была, в восьмом классе. Там начали друзья добавляться, какие-то там парни, там из соседних деревень, ничего что-то. Это сколько тебе лет? Ну, было лет 15. Вот, начали писать, что типа, вау, красотка. Я такая уже все, там фоткаться начала, там селфи по 500 в день, в общем. Короче, я поняла, что деревенская жизнь не моя, и что нужно ехать в город, потому что в городе много возможностей, как мне казалось. Больше ты даже не учиться, наверное, ехала. Приехал в город, я поступила, в общем-то, в колер, начала учиться. Сначала было прям староста в группе, круто все было, у меня возлагались большие надежды. Мне было на учебу, если честно, так уже все равно. То есть, я без контроля, я в городе, могу делать, что хочу. Ты жила где-то на квартире? Нет, я жила сначала в общежитие. Потом я познакомилась с молодым человеком. Мне было 16 лет. У тебя не было уже никакого контроля? А как? Это же нельзя, ты же несовершеннолетняя. Да, нет, у меня был контроль. То есть, меня отправила тетя, которая была моим опекуном. Потом опекун у меня был психолог в колледже. Это законодательно так можно делать, чтобы был психолог опекуном? Да, да, да. Психолог в колледже опекунстве. И ты можешь съехать с общежития? Нет, не могла. Это было очень проблемно. Я познакомилась с парнем, я влюбилась. Сколько лет? Было мне 16 или 17 лет. Парню было 23 года. Ну, я уже не считала себя ребенком, я уже считала себя взрослой девушкой. В общем, я ходила в клубы, мне нельзя было, естественно, с 18 лет. Я там поделывала документы, короче. Ты переезжаешь к парню? Я переезжаю к парню, там, через психолога, как она там разрешила, там, бабушка написала или тете, я не помню, заявление, что я перееду. Работать еще плюс к учебе. Открываю свой интернет-магазин, такой небольшой, но открываю. Мне мой парень это все помогал делать. Было, короче, все классно. Когда начинаются проблемы? Проблемы начинаются, когда мой парень уезжает на вахту, в общем, на работу. Надолго. Ну, ехаю, я помню. Это сколько вы уже встречались? Ну, год. Точно, год точно был. Это ты, может быть, совершеннолетняя только с правил, а может, еще даже и нет. Да, я уже была совершеннолетней. Я начала тусить вообще прям, конкретно начала тусить. У меня уже было такое, что меня хотели исключить из колледжа. Вот этот бойфренд, с которым ты жила, он ничего не употреблял? Нет, нет, вообще хорош, идеально. Сейчас он просто уже столько всего добился. В общем, я жалею, конечно, о том, что я тогда сделала, натворила. А что ты сделала? Я познакомилась с парнем. Мне было пофигу, вообще не понимала, что у меня есть, короче, парень. Это было всегда такое ощущение? Все эти, когда он даже еще не уехал на вахту? Нет, когда он не уехал на вахту, я прям, ну, все. Были хорошие отношения? Да, Ну, потом он уезжает. Он уезжает. Мне становится вообще, как-то я даже забываю о нем. То есть, я гуляю. Ну, ты живешь в его квартире? Да. А он тебе присылает какие-то деньги? Да. С этого все и начинается. Мы знакомились с парнем, он об этом узнает. В общем, что я общаюсь с другими парнями. Начала общаться прям. Он со злостью берет и выкладывает мои голые фотографии просто в группу, в общую, в всю городу. В официальную группу? Да. Это же нельзя выкладывать. Ну, не знаю, не помню, как. Тогда, может быть, еще не было таких запретов в этой группе. Ну, естественно, все увидели. Увидели в колледже, увидели бабушка, все-все. Бабушка? Да, она тоже увидела. Все увидели это. Это распространилось по всем группам вообще. Это не очень большой город, да, в котором вы? Нет. Но все же. Если город небольшой, это еще хуже. Охват полный. Нет, я понимаю, что охват полный. Да, да. Вот. В общем-то, мне очень тяжело было с этим справиться. Какой период? Да, наверное, полгода. Тебя как-то булили что-то с тобой? Она меня прям пальцем показывали в городе. Я просто шла, и она меня показывали пальцем. Смотри, это она, да, это она. Это какой год? 2014. 2014 год. Просто какие-то обнаженные фотки, и начинается, типа, такая жесткая история. Я даже не могла приехать домой еще год, потом я не ездила домой, потому что там вообще такой, там комментарии такие были. Просто каждый человек написал, что я такая. Это который, с которым ты жила, вот тот, который хороший. Да. А тот, с которым ты познакомилась, он как на это отреагировал? Он помогал мне. Он знал, что у тебя есть бойфренд? Да, знал. Ну, я потом рассталась с ним. С бойфрендом. Он знал, что у тебя есть бойфренд? И я начала встречаться с ним, с этим парнем. Хочешь поделиться своей историей? Есть опыт употребления или стал созависимым? Напиши нам в закрепленном комментарии и стань героем нашего канала. Полгода, тебя булят. Да, прям очень люто. Ты не знаешь, что делать? Наверное, захотела куда-то уехать. Я не захотела уехать. Нет? Ну да, я хотела вообще сквозь землю провалиться, но у меня выхода, выбора особо не было. Как-то это все улеглось, стало спокойно. Начала опять жить, файфовать от жизни. Ну что, закончился колледж. Эта история просто локальная какая-то? Такая, не имела. То есть не имела никакого продолжения? Не имела. Ну вот, как бы да. Ты его после этого видела? Нет. Ты на него сейчас злишься? Нет, сейчас нет. Я особо не держу пить. Проходит время, я заканчиваю. Мы с парнем, в общем-то, пообщались. Заканчиваю колледж. И мы с подругой такие, я помню, мы лежим с ней после клуба, лежим, смотрим телек утром, так плохо. И мы такие поехали в Питер на пару дней. Она мне говорит, я говорю, все, погнали. В тот момент еще не было ни наркотиков, ни какого-то большого количества алкоголя. То есть просто были какие-то... Да, такие тусовочки были просто. Все, мы в этот же вечер на ходе был блокар. Мы сразу во вписке Питера начали писать. Дождик такой. Что такое вписки? Приходишь просто на хату куда-нибудь. Какой-нибудь человек пишет. Пишу двух девчонок, типа, потусить. Что это подразумевает? Ну, типа, потусить, побухать, я не знаю. Подразумевают наркотики? Ну, естественно, где-то это подразумевает наркотики. Некоторые даже пишут, пишу девушку, там, покурить. Но могут, типа, вписать и... Ну, типа, вписать, а там выйдут наркотики, тоже бывает. Так многие писали. Это подразумевает секс? Ну, конечно. Если наркотики, то и секс. Мне кажется, это так всегда. Нет, я имею в виду, что это обязательно? Нет, это не обязательно. Нет, мы вообще писали с подругой. Мы писали две девушки, приехали в Питер. Пишемся там на пару дней кому-нибудь. Я помню, даже у нас девчонка вписывала. Ну что, мы, значит, писали. Ну, нормально, мы начали жить. Потом мы познакомились с парнем, с мужчиной. Вот. Он начал проявлять знаки внимания. У него была квартира своя. Сколько времени проводишь ты в Питере, чтобы ты познакомилась с мужчиной? Недели две прошло. Две недели? Где ты знакомишься? В Дельмаре, по-моему. Откуда у тебя деньги на Дельмар? Просто приходишь, ну, у нас... Дельмар – это же ресторан. Да, рублей по 300, типа, на коктейль на один. У меня берем по коктейлю, а потом уже знакомимся с кем-нибудь. И все. Вы сами знакомились или просто вели себя так, чтобы вы с вами знакомились? Нет, ну, вели себя так, что с нами знакомились. Я понял. Отвратительно. А ты знакомишься с чуваком? Да, знакомлюсь с чуваком, который предоставляет там квартиру. Ну, просто дает нам квартиру пожить. Девчонка с этой? Да, типа, живите у меня, у меня есть свободная квартира, он где-то за городом в доме жил. Мы начали жить у него в квартире, и девчонка что-то позвонила маме в один прекрасный день. Она говорит, мам, я хочу домой, она ей прислала денег на билеты, и она улетела на самолете домой в тот город. Я осталась одна. В этой квартире в городе, да? Да. Но он тебе не дает денег? Нет. И ты с ним не спишь? Нет. То есть просто живешь у человека в квартире? Да, просто живу у человека бесплатно в квартире. Он иногда приезжает, дарит на цветы, покупает продукты. Покупает продукты? Да. Короче, так, типа, указываешь. Но ты ему отказываешь? Да. То есть просто его как-то динамишь, и как-то ты там во френд-зоне, да? Да, ну, типа, да. Как-то всякое изворачивалось. Начала снимать комнату. Вот. И устроилась на работу флористом как раз. Это первая твоя работа в Питере спустя... Какой период времени, как ты приехала в Питер? Спустя, наверное, месяца два. Потому что идеальная история, которая... То есть ты приезжает, девчонка, с деревни в Питер, уже два месяца живет, ни с кем не спит, нигде не работает, все кормят, квартиру дают. Квартиру дают, причем было постоянно где потусить, и начала знакомиться с такими людьми прям, ну... Успешными. Успешными, да. Вот. Всегда было, то есть куда-то пойти, вечером скучно, там, позвонила там-то, на тачке заехали, там, покатались или что-то еще. Ты тогда не понимала, что это не очень правильная дорога? Нет. А сейчас понимаешь? Да. Окей, дальше. Когда у нас приходят наркотики? Наркотики у нас приходят, когда мы с подругой живем, снимаем квартиру уже на тот момент в Питере. Мы устроились на работу с ней. И у нас был знакомый, который употребляет иногда. Вот. И как-то раз он позвал нас потусить на квартиру там у человека, какая-то хата крутая, позвал нас потусить. Мы с ним постоянно общались, он приезжал к нам, мы там, по-моему, кухивали с ним бывало. Он употреблял, но мы нет, мы просто смотрели, угорали, весело было. Позвала нас, и мне подруга говорит, не есть туда, я чувствую, что, ну, какая-то ерунда. Я прям чувствую, я говорю, да ладно, все нормально будет. Она не захотела ехать, а я поехала. Так я уехала в Соль. Подожди, ты приехала на какую-то квартиру? Поехала, я на квартиру. Ты до этого не употребляла, вообще ничего, траву не курила? Нет, нет. Ничего не делала? Нет, нет. Переезжаешь, и ты даже в тот момент говорила, что не знала, что такое фоль. Ну, я, что такое соль, я вообще не знала. Не знала, что такое соль? Нет, вообще не знала, даже, что такое название бывает, наркотиков. Я приехала на квартиру, а они там не уходили, уходили амфетамин. Что за квартира? Квартира крутая, у человека, короче, уехала жена. Относительно знаменитый такой был человек, он тот момент известный. Я спала, уснула, он был женат, у него жена уехала куда-то за границу. Не знаю, чем она там занималась, короче, на работе. Она была в чашей бабки там зарабатывала за границей. Вот. И, значит, он такой всех, кто звал кисить, а вот этот наш знакомый, это его друг, короче. Мы приехали к нему на квартиру, и все. И мы начали с ним общаться, потом мы начали с ним целоваться, потом спать. С этим человеком, чья жена уехала за границей. В этот первый вечер? Нет. Мы там потусили. В этот первый вечер ты только нюхала сад? Нет, я тогда попробовала понюхать амфетамин. А, амфетамин. Амфетамин, да. Расскажи свои эмоции. Ой, я такая, помню, я смотрю в зеркало, и я такая, вау, что за красотка такая. Ну, типа, эмоции были крутые, мне понравилось. Я не спала просто неделю, мы там болтали, что-то делали. У меня там постоянно говорило, как весело было, круто. Мне казалось, что вообще мир прекрасен, жизнь прекрасна. Все время на этой квартире? Я все время на этой квартире. Это чувак и друзья. То приезжали, то уезжали, а я с этим чуваком уже там затусила. Все, он такой, давай, будешь жить со мной, пока у меня жены нет. Я такая, да, конечно, давай, чего-то. Сколько тебе лет на тот момент? 20. Он делает какие-то подарки, дает тебе какие-то деньги? Жена его присылает нам деньги. Ага, а он тоже не работает? Да. Он на сколько тебе старше? Лет на 10. Лет на 10 старше, вы тусуете, и вы вообще из квартиры не выходите? Нет, мы чисто на хай, ну, в магазин только ходим за продуктами. Где-то берете наркотики? Да, привозят. Привозят, и ты в течение какого периода там будешь? В течение трех недель. Три недели ты марафонишь на этой квартире? Да, это мой первый марафон. Первый марафон, первые наркотики, все первое? Да. Сразу с жесткого марафона? Как ты себя чувствуешь? Нормально. Ну, неплохо. Ты неплохо? Я фоткаюсь постоянно, вкладываю фоточки в Инстаграм. Нам присылают деньги, мы ни в чем не нуждаемся, короче, живем. В голове не закладывается, что типа что-то не то? Нет. Типа пофиг, да? Не ем, не хочу есть и все. Не хочу есть, круто. Вообще состояние крутое, мне казалось, что... Даже не могла еще тогда представить, что я могу на что-то подсесть. И чтобы на чем-то сидеть, я даже, ну, в смысле? Типа мне казалось, что в любой момент могу остановиться, и это всего лишь прикольное развлечение, прикольная тусовка и все. Ну, не спите, не идите. Да, да, я не понимала, что это ненормально. Ты спишь только с ним? Да, естественно. То есть у тебя просто появляется какой-то чувак, с которым вы типа встречаетесь? Да, типа живем в одной квартире. Есть все клево, весело. Да, да. Потом пришел один раз человек, знакомый, того знакомого, который меня привез на эту квартиру. В общем, не важно. И принес кристаллики. Кристаллик принес. Давайте, ребят, попробуйте, вообще крутая тема, вообще классная. Такие, а что с ним надо делать? А он, этот 30-летний, который на квартире жил, женатый, он тоже не знал? Он не знал тоже, нет. Вы что, в безвоздушном пространстве взрослые люди, и никто не знает, что такое... Да и на тот момент она еще не распространена была, вообще. И у него особо никто не знал. Все думали, что это кристаллики просто вот нашей всей компании. То есть человек принес эти кристаллики. Я помню, на фольге он расплавлял, короче, катал туда-сюда. Я такая думаю, что за фигня вообще? Я тогда попробовала покурить. И мне так стало плохо. Это было ужасно. Это были ужасные ощущения. Я просто лежала, мне стало страшно. У меня паническая атака первый раз тогда в жизни вообще началась. Я испугалась, короче. Мне началось казаться, что кто-то там, какие-то привидения вокруг летают. Ну, короче, все, сразу же. Мне реально стало страшно. Я себе сказала, что я никогда в жизни не буду это употреблять. Но, как происходит? Я слышал такие истории. Да. То есть мне рассказывают, что первое употребление соли, это начинает сразу как-то паранойя, очень страшно, что тут пауки, привидения что-то везет. Да, 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 сразу страшно. Как может захотеться попробовать это снова? Я не знаю. Знаешь, как вообще это получилось? Пацаны вот эти вот, и мой, я спала, уснула. Они ушли в сауну и позвали девчонок. Потом приехали девчонки, и я такая, о, девчонки, привет. Ну, типа, надо же как-то, ну, что-то же сделать, я же мудрая женщина. В смысле, он спит с этими девками? Да, он спит с этими девками, мне вызвали девок. А твой парень, от которого женатый? Да. А, ты приревновала женатого парня? Да, естественно, да, ничего себе. Мы же с ним вместе живем. Да, я, короче, пошла в эту сауну, там девчонки, вот такая. О, девочки там. Привет, привет. Все, я с ним познакомилась, и говорю, пойдемте ко мне. С кем с ним? С девчонками, это парни такие проститутки? Ну, типа, да. Ну, это проститутки? Это на вписках, нашли они, так же на вписках. Все, я понял. Они приехали к ним, я такая, девочки, пойдемте со мной, давайте там, у меня тусовка дома. Почему ты не захотела истерику? Я говорю, я поступила как мудрая женщина, если бы я захотела истерику, было бы хуже намного все. Тебя вы могли выкинуть? Да. Я, короче, такая, девчоночки, пойдемте с нами, ребят, пойдемте в квартиру, чем вы тут в сауне, деньги будете переплачивать. Теперь привела я домой девчонок, начала с ними болтать, разговаривать. Мы сидели чисто в кругу на кухне с девочками, а парни сидели в комнате и такие, да ну нахер, что происходит? А пацан приходит и говорит, давайте будете кристаллики. Я говорю, нет, девочки, не пробуйте, это ужасно. Они такие, да ладно, пофиг, попробуем. Они не пробовали? Не, а, ни разу тоже. Они попробовали, я еще раз попробовала, уже не так плохо мне стало. Вроде, вроде и нормально такая думала, мы прокурили всю ночь. Ну, ты что-то чувствуешь? Просто мы болтали, курили, я не понимала, что со мной. Это вроде не эйфория. Я просто сидела и разговаривала, и мне было, как-то я в себя ушла, и вот так, не знаю, непонятные ощущения. Потом девочки уехали, и мы так стружились, ну, прям поговорили с одной девчонкой, она говорит, приезжай к нам жить. Я такая недолго думала, мы на следующий день поругались с этим парнем, у которого я жила. У меня должна была приехать жена, мне некуда было идти опять. Я такая звоню девчонкам, говорю, девочки, я к вам еду, типа. Они такие, да, все, пригоняй к нам. Приезжаю к девчонкам, мы начинаем работать в караоке. И я помню, знаешь, в какой момент, так же на вписках познакомились с какими-то парнями, приехали к ним. А они, короче, нюхали. Кто нюхал? Пацаны эти нюхали, и у них такой прям пакетик лежал большой. И я такая смотрю, кристаллики эти лежат, прям пакетик. Вот это я буду. Я знаю, говорю, как это делать. Они такие, мы не знаем, типа, мы нашли на улице эту фигню. Я говорю, я знаю, вы что, пацаны. А мы с девчонкой, вы что, ты так хорошо сообщались. Мы до сих пор, кстати, с ней общаемся. Тогда три дня они выходили вообще с этой квартиры. Мы там тусили и чисто курили просто. А это были все девчонки, пацаны какие-то? Какие-то пацаны приходили, уходили, я даже не помню. Как ты относилась, вот к ощущению вот этого постоянного притона? Мне просто не нравилось, что крутая квартира. И там оставалось еще полпакета кристаллов. Они нам их отдали. Мы, короче, забрали эти кристаллики и поехали. И у меня номер остался этого человека, который тогда привез. Я, значит, звоню ему, говорю, привет, у меня есть целый пакет кристаллов. Кристальчик. Приезжай. Он сразу же, вау, он через пять минут был около моего дома. Я еще тогда не знала, что он ему барыжет. Я такая, помню, я выбегаю, смотри. Он такой, вау, ты такая классно, все сразу. Объясни, зачем тебе это надо? Мне было, хотелось в компании какой-то, потому что девчонки уже устали. А я такая еще бодрячком. Он подъехал, я сажусь в машину. Я помню момент, как мы едем в ломбард, закладываем какой-то телефон. Потом... У нас закончилось, все скурили? Нет, там еще было. Мы едем, закладываем какой-то телефон, ему нужны какие-то были деньги. Я не понимала, что мы делаем. Заезжаем к человеку, забираем ноутбук. Вот. Ну, мы курили, курили эти кристаллы. Мне так понравился этот человек, ну, короче, вот, который... Барыжет. Мы с ним, да, пообщались. Сколько лет? Ему? Да. Он мне на 15 старался. Лет на 15? Да. Чем он тебе нравится? Мне нравится, какой он мужественный. Мне нравится его внешность. Он такой брутальный, такой крутой, ему все пофиг. Он едет по дороге, несется, он там орет навсегда. Да пошли все нахер. И я такая, все, прям поплыла по нему, влюбилась. Я влюбилась, да. Тогда я влюбилась вообще. Это вот этот мужчина, про которого ты сейчас рассказывала? Который любовь всей жизни. Мы стали с ним жить, снимать квартиру посуточно, конечно же. Посуточно? Посуточно. Ну, потому что нам постоянно он продавал. У него были большие, то есть, леса. Он продавал, мы ездили из квартиры в квартиру. Прятались. Но нарко ведет набор на социальной основе, реабилитационный центр. Оказался в трудной ситуации? Не знаешь, как жить дальше? Позвони. Предложение ограничено. Ты живешь как в кино, да? У тебя по-то вечеринке, то какие-то бандиты. Да, у нас приходили постоянно люди, покупали у него. Он продавал, естественно. К нам каждый день приходила куча народу, одни и те же, все наркоманы. Он там продавал, у нас было много денег. Я начала, типа, это хочу, то не хочу. Типа, вот такая вот, короче, с ним жить. Он меня баловал, обеспечивал полностью. Да, мой фильм последний подарил. Я помню свою первую истерику. Он меня, я просто начала истерить. Типа, ты где шляешься, ты где был? А он где-то катался, его двое суток дома не было. Так это что, охренеть? Я начала орать на него, как истеричка. Сорвала просто. Я помню, занавеску в душе разбила стекло на двери. Это было вызвано употреблением? Да, это я только потом поняла. Потом я сижу уже, лежу, истерики на полу. Он уходит, говорит, истеричка, оставайся дома. Опять ушел, закрыл меня. А я, блин, на высоком этаже двадцатом. Мы с ним это все вместе делаем. Это какой период времени? Ну, вот это вот два месяца, да? Сейчас я вот рассказываю, когда у меня первая истерика случилась вообще. Начала на меня поднимать руку. У меня постоянно начались истерики. Я его подозревала в чем-то. Я прям была на сто процентов уверена, что он там с кем-то спит и что-то там делает. А ты думаешь, это было не так? Да так, скорее всего. Он ездил по девочкам постоянно. В общем, я ревновала очень сильно. У меня безумная была паника. Какого фига? Я же красотка, почему ты ездишь другим? Я ему там просто, я же тебя люблю. Он говорит, да пошла ты в жопу. Я все за ним бегала. Короче, все, влюбилась. Он приезжал домой. Он просто ложился спать. Я такая его обнимала. Мне так было хорошо. Ну, у него было курмотик. Он меня много раз выгонял. Я возвращалась обратно. Григорь, я никуда не уйду от тебя. Я всегда была с ним. За любую движуху. Куда бы он ни пошел, я не понимала, что это ненормально. То есть он поехал на разборки с какими-то мужиками, бандосами, там еще с кем-то. А я еду с ним, короче. Мне все пофиг. Я, короче, с ним все. У Бонни и Клайд как будто бы. Потом мы начали, короче, жить у его знакомого. Там вообще началась жесть. Он начал меня пострашно развивать. Прямо в соседней комнате спать с другими бабами. Что он начал? Он начал колоться. Я подозревала это. То есть я уже начала понимать, что я начала подозревать в этом, потому что он вообще неадекватный был. Как происходит вот это твое падение? Во-первых, я похудела. С моим ростом высоким. В общем, я весила 41 килограмм. 41 килограмм. Сколько ты сейчас весяшь? 41 килограмм. Сейчас я вешу 58. Это вот с ним, вот эти фестивали? Я еще думала, что могу в любой момент бросить. А потом, когда уже помню, я такая, все, говорю, завтра я не буду курить. И я просыпаюсь, и я курю опять, и опять, и опять. И я не могу остановиться. То есть первая очередная причина твоего вот этого падения – это наркота? То есть это… По молодости в наркотиках больная любовь. Это все вместе. Все вместе сплелось? Конечно, да. Естественно, он начинает засматриваться. Ну, он уже начал прям борщить. То есть ты сидишь дома, он приходит в дом, в квартиру, в съемную на день, какую-то бабу? Да, приводил бабу. Я такая… Он мне говорил, Юль, он говорил, ну ты что, блин? Типа, пару… Это же просто, ну, типа, с солью пришли. Ты все паришься, посмотри на тебя. А у него еще такой вкус отвратительный. Ну, короче, ну, все там, ну, под наркотиками, короче, все. Начинаются у него извращения какие-то, всякие разные. Вкус? В чем вкус? Вкус в женщинах. Женщина должна быть старше 50 и больше, блин, 60 килограмм весит. Тебе 20… Мне 20 лет. Я молодая, худенькая. А он приводит домой 60-летних, дружных старух. Прямо шлюх. Было даже такое, что он пришел с друзьями. Подожди, он говорит, нет, я с ними не сплю. Ну, да, типа, я с ними не сплю. И спит в соседней комнате? И спит в соседней комнате. А как это происходит? Ну, вот так, он просто закрывается, а я такая, ну, я слышала это. Я слышала это. Я не могла ничего сделать. Я любила его. Я безумная. Я не знала, я не понимала. Мне тоже голова вообще повернулась. Ну, после этого конкретно. Я помню, он пришел со своими друзьями и принес бутеррат. Я тогда первый раз попробовала, и это было жестко. Все по очереди ко мне подходили, я совсем подряд спала, а он смотрел на это и кайфовал. Он смотрел просто на это все происходящее и говорит, да, вот так надо, типа, постоянно. И, короче, это началось постоянно, а потом я помню просто, друг приходил опять к нам, и я такая просто скачала с кровати, просто выбежала, я просто заревела, убежала. Я говорю, я просто, у меня истерика, говорю, я не хочу, так я же тебя люблю, я не понимаю, почему мы это делаем. Почему какие-то мужики еще к нам приходят, а ты сидишь и на это смотришь, типа, ну. Это съемные по-прежнему квартиры? Да, да. Он кайфовал от этого, прикинь. Ой, я просто плакала, не могу, не могла понять, почему так у меня в голове не укладывалось. Ну, мы с человеком живем, я его люблю, он меня любит, и он кайфует, когда меня кто-то трахает. А ты, типа, ладно, он, а ты под бутератом? А я под всем вообще уже. Ну, я уже под бутератом. Ты по-прежнему ничего не ешь? Не, короче. Ну, потом переехали жить в отель. Вот это была, это была большая глупость. Все-таки под соль и мозги плавятся конкретно. Мы переехали жить в отель и начали там продавать. Он начал там продавать. Естественно, в отеле это все под камерами, все это видно. К нам постоянно кто-то ходит, куча народу. Ну, и как я потом узнала, что опера сняли соседний номер, и все это слушали. У нас прослушка стояла в новомерях. И нас в один день, он пошел продавать кому-то и не вернулся, его нет. Возвращаясь к своей дверке, стоят полиции стоят. Вот, гражданские одежды, я тогда помню. И меня просто в наручники все заломали и повели. Я такая, вы куда? А ты с ним еще, то есть он в тюрьме? Я с ним переписывалась. Ты с ним переписывалась? Переписывалась. Что вы писали? Я ему писала, что я люблю его и дождусь его в любом случае. А его уже посадили или он еще шел? Он его уже посадили. Сколько? Я не знала, насколько, но в итоге он отсидел шесть лет. Вот, меня заломали и убили. У меня паника, у меня первый вопрос, где он? Где этот, ну, мой человек? Я говорю, где он? Они говорят, все закрыли мы твоего парня, и тебя сейчас закроем. Мы меня повезли в отдел. Я такая, в смысле, блин? Это так ужасно было. Короче, меня увезли в отдел. Мы-то типа что-то посадили в соседнюю камеру от него. От него? Ну, он в одной камере. Я просто залита. Я так хотела его обнять. Меня просто закидывают в камеру. Все, типа, мы вас вдвоем закроем. Потому что один раз из всех закупочных продавала я. Продавала я, и нас хотели вдвоем закрыть, но он просто взял на себя все. Его закрыли, а мне сказали, ну, полиция, мне сказали, что у тебя есть пару дней, чтобы уехать к себе домой и не возвращаться никогда в этот город. Естественно, я свалила, когда все, я вышла. Я, по-моему, я выхожу из-за дела. Был сентябрь, я стою в одних тапочках, в штанишках и в футболке в крови. Ну, он меня за день до этого избил, и я стою полностью в крови, вся футболка, и я не знаю, куда мне идти. У меня никого вообще нет в этом городе. Вообще никого. Я помню номер, только знакомой девчонке, в общем, своей, которая тоже с нами общалась. Вот. Я еду к ней, она меня приютила. Я чисто две недели просидела в ванне. Типа домашний, ну, типа, проплакала. Мне казалось, что он где-то наверху квартиру снимает. У меня начались глюки очень жесткие. Ты продолжала употреблять? Да, я просто прокурила. Вот это девчонки, она тоже курила. Сколько уже времени прошло? Как ты приехала в Питер? Очень больше года. То есть ты год находишь, ну, практически на марафоне? Да. То есть ты всегда употребляешься, всегда не ешь и всегда в каком-то диппере, в каких-то непонятных моторах? В лютых депрессиях, в лютых состояниях вообще. Тебе не было тогда ощущения, что нужно обратиться за помощью? Нет. Почему? Потому что мне не к кому было бы обрежать за помощью. Я ни в коем бы случае не сказала, что бабушка себе или тетя. Никогда. Что я скажу, что я употребляю? А просто вернуться к бабушке? Я не могла в таком виде просто даже поехать. Я понимала, что со мной не так что-то. Уже. Все. Да и не могла уехать домой, потому что я чисто подсела на наркотики. Не могла оставить наркотики. Как же? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...